Эта история Леонида Млеча для тех, кому небезразлично наше прошлое. Перемирие между Израилем и Хамасом, о котором все говорят, перемирие ради освобождения хотя бы части заложников, дело, конечно, хорошее, но надо ясно понимать, что перемирие – это, к сожалению, не окончание войны, оно будет продолжаться, и будут новые жертвы, новые трагедии. Поэтому так необходимо ясно понимать, что происходит и что будет происходить. Есть несколько вопросов, на которые нужно постараться найти ответы. Первая из них – это история с больницей, с больницей в секторе ГАЗа, которую заняли войска Израиля, проводящие контртеррористическую операцию, сказав, что там под больницей находится пункт управления террористическими акциями Хамас. Что нам известно об истории с больницей, которая всех волнует? Второе – это отказ арабских стран, такой публичный, участвовать в определении судьбы сектора ГАЗа. Арабскими странами руководит страх, они боятся подъема радикализма. Возможно, они правы, свидетельством тому внезапное распространение в социальных сетях письма американцам печально знаменитого террориста Осама Бен Ладена, который устроил страшный теракт 11 сентября 2001 года, когда было убито 3000 человек, вдвое больше, чем убили хамасовцы 7 октября. Почему это имеет значение? Потому что духовный отец Осама Бен Ладена – тот самый человек, который создавал Хамас, который является духовным отцом организации Хамас. Это палестинец Абдалла Юсеф Азам. Только сначала он позаботился об отправке радикалов через Пакистан на территорию Афганистана, где тогда находились советские войска сражаться с частями советской армии, сделал все, чтобы было убито как можно больше наших солдат и офицеров, а потом он занялся созданием организации Хамас. Ну, все по порядку, давайте постараемся ответить на все вопросы. История с больницей привлекла внимание, наверное, всего мира, потому что израильские войска вошли на территорию больницы, где множество пациентов, где множество людей искало убежища. Вообще по всем правилам, по международному праву, по Женевской конвенции, даже в ходе войны нужно избегать того, чтобы причинять ущерб медицинским учреждениям. Но армия обороны Израиля заявила, что располагает точными сведения о том, что под территорией больницы находится центр управления террористическими акциями Хамаса. Американская разведка подтвердила, что располагает такими же данными. Что обнаружили там израильтяне? Тела убитых заложников, захваченные боевиками Хамас 7 октября, оружие в больнице. И личные компьютеры боевиков Хамас привезли туда журналистов, показали им это и показали вход в подвал. Но многие журналисты хотели спуститься вниз, их не пустили, и туда не собираются спускаться и солдаты армии обороны Израиля. Сейчас становится понятным их тактика, поскольку действительно все военные специалисты, кто следит, кто знает, говорят об огромной сети, о тех подземных туннелях, подземных туннелей, на которые Хамас потратил все деньги, которые поступали для развития сектора газа. Это сотня гельтуннелей, где находится оружие, взрывчатка, ракеты, сборные пункты ракет, где располагаются боевики и штаб Хамас. И военные специалисты говорят, что проникнуть туда крайне опасно, потому что явно все предусмотрено в этот случай. Там где-то заминированы, где-то растяжки, которые пройдешь и взорвешься. И даже если отправишь робота, а есть такие роботы для действия в туннелях под землей, и они взорвутся. Судя по всему, израильтяне выбрали такую тактику. Методично уничтожать наземные структуры террористические, блокировать эти туннели в ожидании того, что находиться там станет невозможным. Или найти какие-то другие способы. Военные специалисты вспомнили, что есть опыт Египта. Дело в том, что в свое время хамасовцы прорыли немало туннелей в сторону Египта для получения оттуда всего того, что им было нужно. Но в Египте Хамас ненавидят, там это запрещенная организация, поскольку это порождение филиал экстремистской организации «Братья-мусульмане». Эта организация запрещена во многих странах, в том числе Россия. И в Египте вот хамасов не выносят, и они попросту уничтожили эти туннели, залив все водой, не проверив, первоначально есть там люди или нет. И вот сейчас военные специалисты говорят, что «Ворот, Израиль» воспользуются этим опытом, потому что туннели ведут к Средиземному морю. По двум причинам. Во-первых, там тайно с кораблей, с судов получали то, что им было нужно. Во-вторых, пытались под водой проникнуть на территорию Израиля, высадиться на берегу, где их никто не ожидал. Во всяком случае, это означает, что антитеррористическая операция будет продолжаться еще долго. А это означает, что будут новые жертвы, еще очень долго весь мир будет наблюдать за тем, что там происходит. А мир действительно бурлит, и это очень пугает арабские страны. Но мы с вами несколько раз обсуждали, хорошо, а что будет после, предположим, завершилась контртеррористическая операция, а что дальше будет с сектором газа, как там наладить жизнь. И мы с вами делали различные предположения. ООН может взять под управление сектор газа и восстановить там жизнь. Генеральный секретарь ООН сказал, нет, арабские страны, богатые арабские страны, которые в большом долгу перед палестинскими арабами, уж ничего не сделали для создания им собственного государства, могли бы взять на себя эту миссию. Вот только что на очередном совещании арабские страны с Кальнешу, мы не будем этим заниматься. И, судя по всему, они сильно напуганы происходящим, потому что представитель Объединенных Арабских Эмиратов сказал, что мы боимся, что это будет новый Ирак. Что он имел в виду? После того, как был сокрушен режим Саддама Хусейна, в Ираке вовсе не началась мирная жизнь, а напротив Ирак раскололся. Там началась гражданская война, там произошел всплеск радикализма, там сформировалась организация, которая поставила своей целью создать всемирные исламские халифаты, которая захватила большие территории, бороться с ней пришлось целой международной коалиции. Теперь арабские страны боятся усиления радикализма. И, возможно, они правы, потому что произвела сильное впечатление история с распространением письма Осама Бен Ладена, который в различных социальных сетях посмотрели многие миллионы людей. Осама Бен Ладен, напомню, на всякий случай для молодых зрителей, печально знаменитая фигура. Это он организовал тракты в Соединенных Штатах 11 сентября 2001 года, когда погибло 3000 человек. Потом он скрылся, он укрывался в Афганистане, когда американцы провели операцию, он скрылся. И только через многие годы его нашли. Он укрылся в Пакистане, в одном из пакистанских городов. Искали его многие годы и случайно нашли, вычислив курьера, который его посещал. Потому что Осама Бен Ладен делал все, чтобы его не обнаружили, что называется, на свет божий не выходил, чтобы его какой-нибудь разведывательный спутник не увидел. Но его нашли и уничтожили. Осама Бен Ладен в своем письме, в частности, говорит о необходимости уничтожить Израиль, как американскую марионетку. Специалисты сразу вспомнили, что террористом Осама Бен Ладен стал благодаря влиянию одного человека. Это палестинец Абдалла Азам, который сначала преподавал Бен Ладену в университете, а потом они встретились на территории Пакистана и занимались отправкой боевиков на территорию соседнего Афганистана. Кто такой Абдалла Азам? Он родился в Британской Палестине. В те годы Палестина была под управлением Великобритании в 1941 году. Совсем молодым человеком присоединился к Организации Освобождения Палестины, которая ставила свою цель уничтожения еврейского государства и создания палестинского государства. Но ему Организация Освобождения Палестины узнавлял Ясера Афат, фигура известная. Но Азам очень быстро с ними расстался, потому что палестинские боевики того времени были людьми не очень религиозными, и они руководствовались идеями европейских революционеров. Абдалла Азам считал, что это неправильно. Что таким образом Организация Освобождения Палестины уменьшает свои задачи, что это провинциальное движение, думать надо шире. Он вступил в Организацию Братьев-Мусульмане, вот эту самую экстремистскую организацию, которая запрещена во многих странах, в том числе и в России, которая была запрещена и в Египте. Египетские власти неустанно уничтожали руководителей Братьев-Мусульман. На Азам это совершенно не подействовало. Он проник с этой мыслью, что все неверные должны быть уничтожены, и нужно стремиться к созданию всемирного исламского халифата, и нужно, конечно же, очищать, как он говорил, исконно исламские земли от неверных. И когда советские войска вступили на территорию Афганистана, он понял, что пробил его час. Настало время начать настоящий джихад. И он первым написал фетву об объявлении джихада Советскому Союзу. И он занялся практической организацией этого дела. Он отправился в Пакистан, страна, которая находится рядом с Афганистаном, там фактически нет границы, там переходят в обе стороны люди свободно совершенно. Он занялся там подготовкой боевиков, которых отправлял на территорию Афганистана сражаться против частей советской армии, убивать наших солдат и офицеров. И туда же, вслед за ним, поехал Осаму бен Ладен. Вообще говоря, Осаму бен Ладен, сын очень богатого саудовского миллиардера, очень приближенного к королевскому дворцу, и считался, я бы читал много об Осаме бен Ладене, считался таким тихим молодым человеком, ни на что не пригодным. Вот он нашел себя в джихаде. Сначала он послушал теоретический курс у Абдалла Азама, а потом практический курс. Вообще говоря, Осаму бен Ладен отправила семья в Пакистан, потому что очень многие арабские страны с удовольствием отправляли своих соотечественников в Пакистан, чтобы они дальше перебрались в Афганистан и там были убиты. Отправляли радикалов, избавлялись от радикалов. Богатые арабские страны очень боялись своих радикально настроенных молодых людей и с удовольствием таким образом от них избавлялись. Осаму бен Ладен отправили туда, чтобы он остатку материальную поддержку. Снимал квартиры для боевиков, которые транзитом через Пакистан двигались в Афганистан, снабжал всем необходимым. Он был замом по тылу, но Абдулла зам хотел, чтобы Осаму бен Ладен там стал боевиком. И Осаму бен Ладен действительно взялся за автомат, попытался участвовать в боях. Потом рассказывал об этом с восторгом, позировал с автоматом Калашникова, с АК-47, который он, дескать, отобрал у кого-то из советских солдат. О его боевых заслугах ничего не известно. А вот его заслуги по отправке боевиков хорошо известны. Сколько именно людей они отправили тогда убивать наших солдат? Раньше была в ходу цифра 5000, но я сейчас посмотрел, современные исследования показывают другую цифру, от 16 до 35 тысяч. Если даже взять минимальную цифру, 16 тысяч боевиков – это две дивизии. Это очень много боевиков, которые отправились и убивали там наших людей. Когда советские войска вышли из Афганистана, Осаму бен Ладен решил, что он одержал победу над Советским Союзом, над одной из великих держав. Теперь нужно взяться за Соединенные Штаты. Что касается Абдулла Азама, то его палестинские товарищи упрекали. Зачем ты занялся Афганистаном, когда у нас свой враг, Израиль нужно бороться за уничтожение еврейского государства? На что Азам отвечал, что враг у нас один на самом деле, это один и тот же враг. Не нужно замыкаться в своих узких задачах, нужно смотреть масштабно, нужно освобождать все земли, которые захватили неверную. Он говорил, что Советские и Центрально-Азиатские республики, тогда говорили, Средняя Азия, Кавказ, все это должно быть освобождено от власти Москвы. Это необходимо сделать как можно быстрее. Кроме того, он настаивал, чтобы боевики Хамас проходили подготовку в Афганистане. Он принял деятельное участие в создании Хамас, который арабисты называют филиалом братьев-мусульман, экстремистской организации, запрещенной, в том числе у нас в России. И он хотел, чтобы боевики хамасовцев прошли боевую подготовку в Афганистане, потом вернулись и уже сражались за уничтожение еврейского государства. В 1989 году Азаму убили. Это было хорошо подготовленное убийство. Каждую пятницу он к определенному времени ехал в мечеть, заминировали дорогу, по которой приезжал его автомобиль, протянули длинный 40-метровый шнур канализации. Там сидел боевик, который привел в действие взрывное устройство. Был убит Азам и двое его сыновей. Кто именно организовал это убийство, осталось неизвестно. Ну, видимо, кто-то из боевых товарищей, потому что там была жесточайшая конкуренция. Азам был уничтожен, а Азам и Бен Ладен продолжил его дело. И вот сейчас очень многие в арабских странах обеспокоены тем, что произойдет на фоне боевых действий в секторе газа, произойдет подъем такого радикального движения. Надо сказать, что такого еще действительно не было. Но весь мир следит внимательно за происходящим в секторе газа и переживает. И весь мир раскололся на три лагеря. Первый лагерь – это те, кто безоговорочно поддерживает Израиль. Кто это? Это прежде всего белые, набожные христиане. В Соединенных Штатах они особенно заметны. Это евангелисты, это очень набожные люди, которые видят в создании Израиля воплощение Божьих заветов и поэтому безоговорочно поддерживают Израиль. А во-вторых, это люди, которые понимают опасность терроризма и понимают, что с террористами нужно бороться, иначе эта беда захлестнет весь мир, опять начнутся страшные теракты в городах. А в-третьих, это борцы против национализма, которые понимают, что антисемитизм, дикий всплеск антисемитизма – это огромная опасность. Потому что антисемитизм – это как температура в больнице. Если он поднимается, значит, организм болит и помнит, хорошо, как в середине XX века всплеск антисемитизма привел ко Второй мировой войне, к смерти десятков миллионов людей. Это лагерь, который безоговорочно поддерживает Израиль. Лагерь, который безоговорочно осуждает Израиль. Но прежде всего в Соединенных Штатах – это афроамериканцы, а в Европе – это выходцы из арабских стран, которые страстно протестуют не столько против Израиля, сколько против собственной власти, против устройства жизни в тех странах, где они живут, потому что они полагают, что к ним относятся как к существам второго сорта, и хотят изменить эту ситуацию. Во-вторых, это крайне левые, для которых палестинцы – такое же гонимое меньшинство, как, скажем, транссексуалы, люди нетрадиционной сексуальной ориентации, их нужно безоговорочно защищать. И в-третьих, это крайне правые, радикально правые, ну, просто фашисты, и профессиональные антисемиты, которые охвачены страстью к уничтожению евреев. Третий лагерь – это те, кто говорит, что Хамас совершил чудовищные террористические акты. И, конечно, должна быть проведена контртеррористическая операция, но не так, потому что в ходе этой операции гибнут мирные люди, и мириться с этим невозможно, и нужно что-то сделать. Вопрос-то и том, что можно сделать. Вот это самая сейчас главная проблема, и не видно никакого ответа, потому что решительно все от этого отказываются. Ну, вот было только что очередное совещание арабских стран, и говорили там о том, что нет-нет, мы не собираемся заниматься устройством жизни в секторе газа. Иорданский министр иностранных дел сказал, зачем же нам туда вводить войска, чтобы нас ненавидели, как сейчас ненавидят Израиль те. И более всего арабские страны, правители арабских стран напуганы подъемом радикализма, что может привести к новому взрыву, к новым террористическим актам. И еще бог знает к чему. Это самое печальное, потому что контртеррористическая операция рано или поздно завершится, а сектор газа останется в ужасающем состоянии. И что-то действительно нужно сделать для наведения там, для создания там нормальной жизни, это потребует колоссальных усилий и огромных денег. Но пока что желающих участвовать в этом нет. Это означает, что перспективы, к сожалению, весьма прискорбные. Ну что же, продолжим этот разговор. Если вам хочется участвовать в этом разговоре, то ставьте лайки под этим видео, делитесь с друзьями, подписывайтесь на мой канал в YouTube. Не забывайте нажать колокольчик. Субтитры сделал DimaTorzok